всем привет друзья доброго времени суток с вами опять петрович и канал фан веган опять-таки в очередной раз прошу вас прощения за долгие перерывы ну кто знал тот знал кто не знал тот не знал у меня у супруги была довольно серьезная операция здесь поэтому мне пришлось на себя какие-то домашние обязанности возложить лишние поэтому не было абсолютно времени заниматься оружием хотя и ездил стрелять но с ним не было времени чтобы снимать вот но я хочу продолжить я надеюсь что получится теперь продолжать потому что слава богу спасибо всем за ваше пожелание все хорошо тут вот дай бог так что вроде ничего все нарисовывается вот но что сегодня хотел рассказать ребята у меня новый ствол ну как бы это я себе можно сказать подарок сделал после вот этой всей заварухи и после всего я решил что я себе хочу что-то купить и опять-таки я вам уже не один раз говорил что мне в настоящее время современное оружие не очень интересно ну то есть естественно какие-то новинки там ну сик 320 вышел да допустим ну понятно да интересно а так не знаю как-то не тянет и не мне ничего не нужно по большому счету то есть у меня все есть для именно утилитарного использования там для защиты дома чтобы таскать с собой и не один и много разного и все вот поэтому я когда в магазины езжу я так смотрю что-то такое что-то необычное и вот здесь не попалась эта коробка как раз дело в том что я вам рассказывал что в нашем штате массачусетс есть список разрешенного оружия то есть у нас не как другой америке где все разрешено и что-то только запрещено у нас ровно наоборот у нас все запрещено и только что-то разрешено и до октября 2020 года маленькие пистолеты которые называются derringer они в массачусетсе были полностью запрещены то есть вообще не ну невозможно было купить не может быть с рук если кто-то переезжал из другого штата но как-то так но в магазине их не было никогда а тут я зашел буквально вот но я не сам уже месяц на прошел но где-то так и я увидел этот derringer и я подумал что а я его хочу опять-таки как я сказал о мне абсолютно ничего не нужен я его не собираюсь не носить ничего я хочу просто чтобы он у меня был ну и может быть потом его сыну передать например или что-то в этом ну давайте глянем мало того я хочу сказать что на канале максима хаупмана был обзор от семён семёныча тоже на derringer у него был другой от другой компании это называется bond arms в техасе такая есть у него по моему был кобра или что-то ну как короче другая и у семён семёныч был derringer в калибре 38 спешил то есть это 9 миллиметров на что-то там не помню что здесь же я также там укажу такой и как видите калибр у него 45 лонг кольт или два с половиной дюймовые двух с половиной дюймовые патроны 410 дробовые как видите они специально сделали модификацию для массачусетса и можно увидеть по серийному номеру м и массачусетс и как видите этот номер всего 239 то есть я не думаю что их много сделали это подозреваю что нет потому что это только такие придурки грубо говоря как я которые покупают насколько я понимаю это вот именно а массачусетс на я модель их господи как он называется тексис рейнджа по моему или long star как-то так ну со звездой вот это сделано конечно ребята шикарно просто и он разряжен для давайте я проверю покажу вам как открывается здесь рычажок у него надавливаешь и стволики откидываются вверх как видите он пустой сделан ребят просто как танк настолько мощный настолько он прям тяжеленький полностью металлический естественно с деревянными вот этими накладочками вот такой работает очень просто значит как я сказал открываешь заряжаешь два патрона закрываешь взводишь курок стреляешь один раз при этом я как уже потом выяснил я не стал читать инструкции хотя они тут есть где-то они здесь были на вот здесь вон тут всякие бумажки я читать не стал я просто поехал попробовал вот и первый выстрел происходит из верхнего ствола потом просто взводишь еще раз и стреляешь из нижнего спуск так себе прицельные нерегулируемые вот так это выглядит но опять же нужно понимать что это оружие безусловно ближнего боя если так его уж использовать по-настоящему то есть носить с собой и ну я не думаю что больше чем на три или четыре метра ты будешь из него стрелять у него здесь есть какой-то рудиментарный предохранитель вот этот push button да как у многих дешевых вариантов оружия то есть так это сейф так можно стрелять здесь же находится вот эта клавиша выброса от стрелянных гильз она не подпружинена она просто видите как ездит ну грубо говоря если у тебя здесь что то есть бах открыл выкинул их должен сказать что я из него уже стрелял я сейчас прикреплю видео стрельбы это уже давно было несколько недель назад но должен сказать что несмотря на довольно большой калибр 45 лон кольт отдачи практически нет потому что во первых ну все-таки 45 лон кольт это не современные 45 и себе он послабже патрон этот старый еще ковбойский которому больше ста лет вот и сам сам пистолет этот он тяжеленький поэтому как-то я не знаю мне показалось довольно комфортно из него стрелять то есть у меня не было проблем знаете что бьет в руку или что-то такое абсолютно не так чем стреляют ребята как я сказал вот этот патрон он выглядит здоровый вон какой и у меня в данном случае это как видите экспансивные пули здесь он большой но не стоит забывать что этот как я сказал патрон очень старый он изначально был сделан под черный порох поэтому он такой огромный так на самом деле в современное время конечно тут спорах не полный патрон там немного только это одно чем он стреляет а второе чем он стреляет и опять таки я тогда на стрельбище когда ездил я обломался потому что я взял вот эту пачку патронов 410 проблема в том что эти патроны длиной 3 дюйма и я вам показывал помните револьвер этот господи смит инвесен гаван и который 45 лонголь стреляет и то же самое 410 вот и в тот револьвер эти патроны влезают замечательно все хорошо в этот же смотрите они туда не лезут видите не доходит до конца слишком длинные так что мне нужно будет купить два с половиной дюйма покороче на типа сантиметр и тогда все будет ходить и можно будет стрелять и дробовыми тоже что еще про него интересно вы знаете что но обычно как пистолет револьвер и у них всегда нарезной ствол здесь же это то что наверное вот как в россии называется насадка парадокс но это не насадка здесь вот если вы посмотрите у него ствол гладкий но в самом конце примерно сколько я не знаю может быть сантиметр полтора наверное вот там нарезы то есть понятно да то есть практически галкоствольный но в конце закручивает вот это для меня было интересным тоже необычным я не знал что они так сделаны вот это да вот что узнал вам показываю ночью такая игрушка очередная надеюсь вам понравилось сейчас я скину туда досыплю видео сюда где я из него стреляю и до новых встреч надеюсь что будет получаться почаще теперь выходить мне все всем счастливы всем пока ну что погнали на стрельбище вот этот деринджер и как я сказал он умеет стрелять 410 калибром и 45 лонгполь ну давайте 45 и как я сказал я понятия не имею как стрелять из двух стволов то есть вроде как курок один раз водится не знаю так safety предохранитель то есть ну давайте ну еще уважаем курок снял средохранителя я сорвал это я знаю мимо было еще разок в любом случае ребята я рад ну что могу сказать ну во первых он стреляет это уже приятно 410 к сожалению не получилось но хотя бы 45 надо сказать что отдача очень очень мягкая но опять-таки это патрон он хотя и выглядит здоровенным но он на самом деле не очень мощный такой ну сами понимаете патрону больше ста лет так что он такой слабенький вот ну а так слушайте я доволен классная вещь интересная поиграть все ребят на этом у меня сегодня все надеюсь было интересно мне было точно интересно вот попробовать такую штуку очень классно всего до следующего видео счастливо пока востребована но